Из Холодных Краёв отправился в Тропики, где уже поджидают руины старой цивилизации. А ведь когда-то я тоже был частью Великой Империи. Великой Империи Где найдёшь ты дом? Тут дует ветер, но я словно слышу вздох. Не может кончиться так рано история. Жизнь растёт цветком в пустошах и вдоль дорог, верно ждёт того, кто путь домой найдёт. Время меняет мир, вновь на путь нелёгкий предстоит. Раз не вместе мы, цветок мой сохрани. Жизнь растёт цветком в пустошах и вдоль дорог, верно ждёт того, кто путь домой найдёт. Время меняет мир, вновь на путь нелёгкий предстоит. Раз не вместе мы, цветок мой сохрани. Оказавшись в джунглях, мой спавлен был рядом со структурой, в которой зашёл, чтобы поживиться вещами. Благо, внутри мобов не было. В сундуке я нашёл меч и странную руну. Для продолжения своего путешествия, начал добывать брёвна для будущего крафта, верстака и кирки. После получения инструмента, сломал стену в секрет, и в сундуке собрал железо и зачарованный меч. Из слитков скрафтил железную кирку, и с ней добыл булыжник для создания топора. С паком инструментов начал следовать местность, и к тому же добыл еду для будущих забегов. Коря нашёл палатку, в сундуке которой были стрелы и железный топор. После, во время дождя, нашёл разорванную палатку, где был арбалет и ещё одна руническая плита. Взял с собой шерсть, и далее в центре озера, увидел старые руины. В первом сундуке собрал топор, и тогда на меня напали пираньи, которые чуть не откусили мой прелестный хвост. На ритуальном месте собрал меч с силой огня. Пройдя некоторое расстояние, было понятно, что нужно было найти место, где можно было бы переночевать, или найти место, где смогу поставить кровать на постоянную основу. Этим местом стал храм джунгли. Устроившись здесь поудобней, и лёг спать. Утром выложил вещи и приступил к добыче угля и железа. Но добыча таким образом будет очень долгим, поэтому установил часть взорванных блоков, а также сделал ещё больше сундуков, но понимая того, что уголь мне будет нужен. Продолжил копать вниз на поиск пещеры или руд. Благо, через время обнаружил пещеру. Здесь мог скопать уголь, а также железо. Только долго тут находиться было незачем, и начал путь до дома. В печке положил весь запас железа, и из слитков сделал себе броню. С успехами отправился на поиск нового босса. По пути собирал ломтики арбуза. Но что мне предстоит пройти дальше, было неизвестностью. От босса получил по шапке. Было понятно, что мне не хватает защиты от железного сета. Во второй попытке также потерпел поражение от толпы эндремитов. Попадая на все те же грабли, было ясно, что пока что этот босс мне не по зубам. Следующим днём моей задачей стало добыча алмазов. Для чего скрафтил несколько кирок. Правда, они были каменными, но это мы опустим. Во время похода по пещере нашёл выход из данного тоннеля. Вот уже здесь были залежи алмазов, которые не против был собрать. Только вот сначала придётся отбиться от толпы мобов, запланировавшую эту часть пещеры. После битвы со спокойной душой скапывало довольно большие залежи алмазов. Но железной кирки надолго не хватило. Перед последней залежей у меня сломалась кирка. И мне придётся возвращаться сюда во второй раз. Из имеющихся алмазов сделал часть алмазного сета. Снова киркой вернулся в ту часть пещеры. Но уже здесь были огромные пауки. Собрал железо вокруг алмазов, а после их уже и сам собрал. Также и золото. А на какой чёрт мне нужно оно? Ай, фиг с ним тоже добуду. С хорошей добычей вернулся на поверхность. Из алмазов сделал себе шлем и щей для будущей битвы. С утра пошёл на арену, где по пути чуть менее съели те же пираньи. Какой ужас, он не готов даже выпрыгнуть ради меня. А в битве активно использовал щит. Но его магия и толпа чешуйниц били слишком много. Даже в алмазном сете. С этого момента начинается настоящая боль. Сделал вышку, на которой меня не могли достать чешуйница. Но вопрос с магией всё ещё оставался. В этот момент мне приходилось лишь впитывать весь урон, входящий в меня. Поначалу вроде шло всё хорошо, только вот босс восстанавливал здоровье. Что не позволяло нанести достаточно много урона. Долго так битва не могла продолжаться, и толпа чешуйниц остановила эту попытку моей победы. Со спану добежал до своих вещей. И собрал их. Ох, сколько раз я всегда ещё буду возвращаться. Во время битвы этот маг просто спамил мобами. Особенно тут выделились чешуйницы, который призывал до трёх раз. Чуть или не сразу подряд. А потом, кто тоже портил битву, это скелеты. Но хорошо, что их было лишь двое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К тому же, мой единственный шанс отразить атаку в виде щита. Эти самые тишуни сломали за пару секунд. Господи, они просто выжирают. Дома сделал новый щит и вернулся обратно на арену. Мои попытки были бесполезны без нормальной еды. Арбуз, конечно, вкусный и сочный. Однако его степень освещения была, ну, уж слишком малой. Из-за чего регенерация была не такой эффективной, как хотелось бы. Да и к тому же приходилось много бегать по кругу. В одну из битв появилась надежда на победу над этим шаманом, который уже и так долго живёт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередной проигрыш. Гибель от скелета и ещё одно возвращение к своим вещам. Появление золотых яблок можно, думаю, опустить. Уже с эффектами и регенерацией победа над боссом была лишь вопрос времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДОТИТ КТА! Ааа, я победил! Повившуюся яму решил спрыгнуть. Внизу была вода, которая явно не должна была быть здесь. Собрал свою награду из бочек. А сама награда была довольно слабой, и... Если честно, хотелось даже что-то получше. Для такого босса вещи должны быть более щедрыми. Но ничего, главное, что шаман повержен, и собранное золото может пойти на крафт чего-нибудь полезного. И на арене, оказывается, можно было взять стрелы из бочек. Почему я раньше не посмотрел? Боже мой. Собрал флаги для украшения своего убежища, расставил их на стены и другие экспонаты с того места. На это моё приключение в джунглях подходит к концу. Субтитры создавал DimaTorzok